Новая мебель, собственные санузлы и стерильная чистота – это отделение высокодозной химиотерапии Краевой клинической больницы номер 2. Здесь лечатся пациенты с онкологическими заболеваниями крови, которым нужны особые условия. К примеру, безупречная чистота и изоляция, чтобы не подхватить тяжелую инфекцию. Опухоль в процессе терапии не всегда отвечает на первоначальное лечение. Для того, чтобы убить опухоль, это относится ко многим опухолям лимфоидной системы, опухоли лимфатических узлов, в простонародье называется лимфомы. Эти опухоли можно убить с помощью высоких доз химиопрепаратов. Для того, чтобы провести такое лечение, пациенты испытывают тяжелое угнетение иммунной системы в процессе лечения, потому что химиопрепараты убивают и здоровые клетки. Естественно, чтобы выходить пациента, это самый сложный этап, он должен находиться в условиях, близких к безупречными. Всего в отделении 12 коек. Это как одноместные, так и двухместные палаты. Каждая оборудована новой мебелью. Сейчас это первый этап запуска отделения высокодозной химиотерапии. На втором этапе здесь начнут проводить и трансплантацию костного мозга. Это станет реальной возможностью для жителей Приморья с онкологическими заболеваниями крови избежать рецидива и увеличить шансы на полное выздоровление. Персонал этого отделения полностью обучен, владеет всеми методами лечения в гематологии, в том числе и методикой выполнения трансплантации костного мозга. Нынешнее заведующее отделение прошло стажировку и ординатуру в нашем центре в медсгематологии и полностью готов на выполнение подобной работы. Увидел горящие глаза медицинских работников, желающих работать здесь, цельный коллектив. И самое главное, увидел людей, которые ждали эту надежду и получили ее в новом отделении, в Казани помощи, в такое тяжелое состояние, в котором они оказались. Сейчас трансплантации костного мозга проводятся преимущественно в федеральном центре, что неудобно для пациентов из Дальнего Востока. Уже в следующем году Владивосток станет первым городом в ДФО, где начнут оказывать такую помощь. Планируемый объем операций порядка 25 в год. Редактор субтитров А.Семкин